Самая сложная задача ОГЭ! Сегодня я вам покажу задачу из первой части, самую-самую сложную, просто бум вообще! Я уверен, что кто-то из вас её поймёт. На весах, находящихся под герметично закрытым стеклянным колпаком, заполненным сжатым воздухом, уравновешены два шара разного объёма. Причём V1 больше, чем V2. V1 больше, чем V2. Если откачивать воздух из-под колпака, ну вот рисунок, надо нарисовать рисуночек, давайте я вот так, чик, 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 здесь шарик 1, здесь шарик V1 больше, здесь поменьше шарик. Это 1, вот это 2. Так, и вот этот колпак. Если отсюда откачивать воздух, то равновесие весов, и нам нужно понять, нарушится, не нарушится, а если нарушится, то какой перевесит шар. Ну что ж, давайте посмотрим, как же эта задача решается. Для начала нам нужно понять, какое здесь условие равновесия рычага. Понятно, что на каждый шар действует сила тяжести, M, G, и сила Архимеда, давайте здесь M1, G, и здесь F, Архимеда 1. Действуют две силы, M1, G, F, Архимеда 1, и здесь тоже действует M2, G, и F, Архимеда 2. Так вот, сила, с которой шар действует на свою часть рычага, ну ее тоже можно нарисовать, она тоже фактически по третьему закону Ньютона действует на шарик равная сила, направленная вот сюда, давайте ее как-нибудь назову, например, сила N, N1, и вот здесь есть тоже N2. Это силы, которые для шариков не дают им упасть, потому что понятно, что сила тяжести больше, чем сила Архимеда, иначе они бы плавали в воздухе, но такая же сила действует и на эти плечи. То есть этот шарик фактически действует сюда с силой вниз равной N1, этот действует сюда с силой N2, тоже направленной вниз. Ну, по-другому, наверное, будет это понять проще, что шарик 1 действует на свою половину с силой M1, G, минус F, Архимеда 1, а этот второй шарик действует здесь с силой M2, G, минус F, Архимеда 2. Давайте вспомним формулу для силы Архимеда. Я прямо вот здесь распишу. M1, G, минус ρ, плотность окружающей среды, которая выталкивает, это значит плотность воздуха, которая находится вот здесь под колпаком, G и V1. Что здесь? M2, G, минус ρ воздуха, G, V2. И изначально эти силы друг друга уравновешивают. Ну, потом начали откачивать воздух. Понятно, что вот это не поменялось, это тоже не поменялось. Ну, как поменяется масса шарика от того, что мы воздух откачиваем? Конечно же, никак. G и V тоже не поменялись, потому что, ну, ускорение свободного падения никак не зависит от того, есть воздух или нет, да, в вакууме или не вакууме. Объемы тоже никак не поменяются. Ну, то есть шарики не сжимаются, они там металлические твердые шарики, да. А вот плотность воздуха, находящаяся внутри, конечно же, уменьшается за счет того, что мы этот воздух выпускаем. То есть вот эта вот плотность ρ воздуха, она становится меньше в обоих случаях. То есть слагаемое, которое мы вычитаем, и в первом случае, и во втором уменьшается. В обоих случаях слагаемое уменьшается. И вот вопрос теперь, нам нужно понять, а у кого оно уменьшается сильнее? Ну, давайте на конкретных числах. Смотрите, пусть вот здесь было некоторое число, ну, давайте там, для привычности я напишу x. И, допустим, было, было, когда еще воздух не откачали, было x, допустим, минус 10. А здесь было, ну, какой-нибудь y, они обязательно должны быть одинаковые, y минус 4. Вот, y минус 4. Причем получается так, что x минус 10 было равно y минус 4. Потому что они друг друга уравновешивали, рычаг находился в равновесии. А теперь давайте скажем то, что мы уменьшили вот эту плотность в два раза. Ну, тогда слагаемое, которое мы вычитаем, тоже уменьшается в два раза. И теперь было вот это, а стало x минус 5 и y минус 2. И нам нужно понять, что из этого больше. С учетом того, что вот это было равно. Ну, можно сделать чисто математически. Давайте я покажу эти преобразования. То есть я, допустим, десятку перенесу вот сюда. И окажется, что x равно y плюс 6. А теперь вот этот вот x подставлю вот сюда. И у меня получится здесь y плюс 6 минус 5. То есть это сколько? Ну, здесь также остается y минус 2. Здесь я ничего не трогаю, потому что оно такое и есть. Здесь считаю, получается y плюс 1, а здесь y минус 2. Ну, понятное дело, что y плюс 1 больше. Больше, больше. И вот с конкретными числами понятное дело, что шарик 1 перевесит. Ну, это чистая математика. А давайте мы покопаемся в физике. Что происходило? Действовало же две силы. Сила тяжести, которая мы обсудили, не изменяется. И сила Архимеда, которая уменьшается. Причем сила Архимеда уменьшается в одинаковое количество раз. В одинаковое количество. То есть по сколько раз, по столько раз и здесь тоже уменьшилось. Но мы-то силу Архимеда вычитаем. Поэтому если, допустим, шарик 1 перевешивает, если мы думаем, что шарик 1 перевесит, это значит то, что у него сила Архимеда должна уменьшиться сильнее. И действительно так и получается. Так как объем первого тела был больше, то для него уменьшение в такое же количество раз даст больший вклад. То есть если, допустим, у меня 100 рублей, а у какого-нибудь Володи 1000 рублей, то в случае, если у нас рубль обесценится в два раза, станет в два раза меньше стоить, то для меня это потеря всего 50 рублей, а у Володи это потеря в 500 рублей, да, намного более ощутимая. И поэтому здесь тоже такая же потеря. Нас интересует и то, что уменьшается в одинаковое количество раз, и то, что мы оперируем с абсолютной величиной, которую мы вычитаем из МЖ. В общем, вот такая вот сложная абстрактная логика, да, ну на числах, я надеюсь, что все поняли в любом случае. Не бойтесь, не все задачи наука такие. В первой части обычно задача намного проще, но такая тоже была очень круто. Если ты хочешь готовиться со мной и разваливать такие задачи, то записывайся ко мне в предсписок, попадай, попадай на летнюю школу и потом одиногодовой курс, чтобы решить ОГЭшку на максимум, ну на самом деле на тот результат, который есть. Я все время пропагандирую это. Не всем нужны пятерки. Все, ребятки, ссылки в описании. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok